всем привет друзья сейчас хочу с вами поделиться своим субъективным мнением по поводу ситуации с психологом сатей великом новгороде где он долбанул тетку на выступлении начнем с того что я тоже спикер психологом себя называть не буду вот но ко мне многие обращаются по психологии тоже вот за советами с детства увлекаясь психологии ну вот и соответственно тоже занимаюсь такой деятельностью последние два года выступил больше чем 50 городах больше ста конференций вот и прекрасно понимаю значит что чувствует лектор спикер когда в зале есть неадекваты и вам никогда не понять эти эмоции да потому что когда вы пытаетесь удержать внимание там нескольких десятков а то сотен или тысяч человек и один какой-нибудь долбоеб сидящий на первом ряду например выпил как у меня было в иркутске да ну как бы и у вас есть определенная задача на выступлении и все внимание перетягивает естественно человек который просто орёт там за этом блюет а не знаю там танцует блять и конечно это интереснее людям смотреть нежели там слушать лектора про какие-то значит там сложные штуки вещи да там на сцене мое мнение следующее значит возможно покажется вам непопулярным возможно вы мне скажете что я вообще кто я такой чтобы давать такое мнение да и так далее но я все-таки выскажусь потому что хочу высказаться да это мое право мое желание мое мнение следующее если вы идете к психологу да там особенно к раскрученному к шоумену так скажем да я ничего прочь не имею я обожаю сатию смотрел его кучу роликов видео вот цитирую иногда даже его на вот вот если вы идете к такому психологу какого хрена вы думаете что он ответственен за вашу жизнь это раз второе если вы блять взрослый человек неужели это взрослая позиция думать что за одну значит лекцию человек сидящий на сцене будучи не психотерапевтом и вы об этом прекрасно знаете это можно легко проверить да может изменить вашу жизнь если говорить про тетку да как я там понял это он то ли рак то ли не рак короче ну видно что человек с проблемами да как бы серьезными не только проблемы с мужем в принципе проблема с башкой да как бы неужели вот блять это взрослая позиция думать что если тебе доктора не помогли если она ходила к докторам да то глицать я поможет по моему это детская позиция да как бы перекладывание ответственности да как бы вообще надеяться на чудо на как бы по-моему сайте нигде не пишет дальше за одну лекцию я вам тут возьму там блять избавлю вас от рака там за этом верну блять мужа в семью да и как бы но этим занимается по-моему гадалки которым она наверно тоже ходит и как бы если ну брать взрослую позицию да то нужно условно есть в ресторане отжиматься в спортивном зале да то есть не надо отжиматься в ресторане то есть ожидать чего-то серьезного и какой-то серьезной проработки психотерапии от того где там вообще не должно быть ну это глупо тем больше у сайте везде советуют где реально видишь у проблема у человека там серьезно могут иди к психотерапевту да и это уже проблема чеку что он не хочет идти к психотерапевту пытается найти решение у таких вот популистов психологов да кем я себя тоже считаю на самом деле да потому что да у меня есть определенный опыт я работал с многими спикерами коучами тренерами да там тоже читает психологию но если я вижу что у человека реально проблема серьезно медицинская да как бы ну ну его нахер как бы да как бы иди к психотерапевту пусть он с тобой разбирается я могу подсветить это я могу как-то объяснить человеку да там как бы что у него это есть да но как бы лечить это я не хочу не собираюсь да и я думаю что и в будущем не буду этим заниматься вот это первое мнение да часть мнения второе часть мнения давайте поговорим по поводу значит можно ли бить женщин вообще какие права у женщин какое поведение правильное какое неправильно то я тут посмотрел кучу значит отзывов разборов на эту ситуацию все как один значит повылуплялись быть эти психологи да то значит и решили высказать свое блять важное мнение ну по сути так же как и я да но мое мнение демитриально противоположное да от этих психологов да потому что они пытаются за счет за счет этой ситуации себя показать какие-нибудь белые пушистые одеть блять плащ чистый да искать я блять рыцарь на коне а сайте дерьмо наконец-то мы об этом узнали ну блять 17 лет проводите вот так вот лекции как он и посмотрим сколько у вас таких ситуаций там накопится да да и вообще в принципе будут ли к вам ходить люди потому что одно дело быть хорошим блять психологом психотерапевтом другое дело все таки уметь людей вести за собой собирать миллионные просмотры как бы да как бы там не говорили что типа это типа хайп там еще чего-то да это тяжело да по себе знаю потому что ну пока у меня миллионах просмотров нету хотя есть там один ролик на ютюбе который там случайно залетел почти на миллион просмотров да ну как бы я просто понимаю что это не просто взял блять выложил видео и все и там ждешь пока там youtube его там раскрутит все равно ты должен быть интересным да как бы человек на то есть твой контент должен цеплять чем-то вот и тем более что сайте цепляет не тем что мента с вколу кидая да как бы все-таки важные вещи поднимают да там вопрос какие-то опять же это ответственность человека чё с этими вещами которые сайте объясняет делать кстати не не учит там идти там воровать убивать в принципе нормальные вопросы поднимая да как бы дальше уже ответственности как этим вопросам блять относиться к этой информации вот опять же взрослая позиция вспоминаем да двигаемся дальше да как я уже сказал давайте обсудим значит можно ли бить не бить и так далее да женщина то все психологи сказали что вот сайте показал блять свое лицо и так далее знаете вот начну с чего те кто говорит о том что счета делать можно что-то нельзя что-то плохо что-то хорошо кого-то осуждает часто да там критикует возвышая себя вот со стопроцентной уверенностью могу сказать что люди вот эти делают еще хуже сами просто мы об этом пока не знаем либо человек сам не осознает но он поступает также да потому что вот этих типа блять одухотворенных людей особенно на бали здесь очень много знаете вот они все-таки белые пушистые значит там а блять йога с утра с вечером дышу маткой и вот а в итоге это все маска это все наносное да как бы я из себя не пытаюсь ничего любить никогда там хочу матерюсь хочу курю хочу там блять не знаю там пожрал пирожное набрал 5 килограмм потом бледите пила 5 килограмм сбросил да то есть я являюсь сам собой как бы да я целостен что я думаю что я говорю что я делаю это одно и тоже да а когда у людей раздравит то есть они хотят казаться кем-то кем они не являются да там особенно себя как-то возвысить одухотворить искать вот я идеальная блять вообще там значит или там вот нельзя вот это вот это можно это все относится к правильности да правильных нету людей запомнить ну нету блять все пердят все срут все матерятся рано или поздно да там и у всех есть какие-то ситуации просто мы об этом не знаем у каждого человека есть скелеты в шкафу вот поэтому говорить о том что значит они хорошие а сайте плохой это бред на значит по поводу бить женщин ну знаете вот мне очень нравится эта позиция на те равноправия да вот что женщин слабый пол если блять женщины слабый пол да там значит то не это ли является дискриминации да потому что ну как бы если они являются слабым полом значит ну типа мужик типа лучше чем женщина вот я с этим не согласен что мужик лучше или хуже чем женщина я как бы все таки придерживаюсь того что вот есть мужчина и женщина как бы они в принципе имеют равные права да и да есть там физическая какая-то больше развитость да там мужчины но каждый и мужчина и женщина имеет право на психическое здоровье морально здоровье и физическое здоровье да и как бы и я считаю что принципе можно приравнять психическое насилие морально и физическое да потому что женщины очень умеют морально давить психически да там мужики там лайкните если вы со мной согласны на этом женщины тоже если вы там в принципе там более-менее осознанные и как бы это понимаете да что реально женщины умеют давить умеет морально давить да это их оружие да потому что ну как бы блять мышцы у них нету им же надо как-то вот ну соответственно тоже воевать так скажем да поэтому я считаю что кстати было применено моральное давление да то есть да это не оправдывает его потому что он там ударил но с таким же успехом сайте может тоже подать в суд просто все говорят вот давайте на сайте подадим суд значит он бедную значит избил да где он блять избил он блять взял сумку и немножко и блять тюкнул блять ну то есть я не знаю там мне кажется лет детском саду и тут там за косички тянут сильнее да ну ладно как бы не суть я просто не знаю что сам бы я сделал на этом месте наверное бы я бы реально долбанул бы там с правой да там двоечку пробил бы да там вот но как бы вот вернусь да значит мысли о том что есть морально тоже насилие и сайте имеет полное право тоже подать суд за моральный ущерб потому что ну как бы одно дело один раз долбануть сумкой другое дело а значит когда человек реально несколько десятков минут мы же не видели все видео то там в интернете только восьмиминутное видео предыстории этого конфликта да то есть долгое время просто долбит человека женщина там у спикера да вот ну у меня такие ситуации были ну блин ну как бы это действительно тяжело реально тяжело это не просто там знаете там ты идешь по улице там тебя рута и мудак там да там еще что-то ты на сцене это стресс это как бы ответственность за всех людей в зале да как бы реально люди заплатили деньги да как бы и один такой придурок или одна такая дура может действительно увести зал вообще в другую сторону и все будут недовольны захотят вернуть деньги там еще что-то да ну как бы у меня похожая ситуация была в минске когда значит я вел лекцию ну там как спикер да там выступал и с первого ряда мужик а там темно там не видно но видом больше мужская фигура мужское лицо да кричит мне значит кричит несколько раз мудак уйди со сцены это нормально по-вашему ну как бы вот вот как вы считаете да естественно люди начинают реагировать на это разделяется зал типа да те кто поддерживает у мужика тех кто да чё бы я не говорил ребята это мое мнение я спикер я имею право да при этом я говорил интересные вещи я считаю там не было ничего такого за как за что можно было мне кричать такие вещи там на сцену но это неуважение ко мне так с хрена ли я должен терпеть неуважение к себе да как бы вот и соответственно ну понимаете вот есть такая штука да вот садец же да там есть статья за подведение к самоубийству то есть не саму самоубийство да как бы подвести человека к самоубийству почему нету например тогда ответственности за подвести к насилию типа нас на вот мужиков судят в основном за то что мы там кого-то ударили да хотя почему нету вот вынудили что ударили мужики но вы меня понимаете нет ну как бы давайте так я никогда не бил и не собираюсь бить женщин да но я реально чувство на себе несколько раз когда дикое желание есть просто блять вот долбануть потому что ну блин все мы не железные да и как бы опять же гусати это не робот блять он тоже чувствует он эмпатичный человек да только эмпатичные люди занимаются психологии да ну нормально да если психолог с недовольным или там железным ебалом сидит с клиентом это ну я считаю это не к этому это не приведет к какому-то результату да просто психолог должен чувствовать эмпатию то есть ощущать человека и пропускать через себя все то что с человеком происходит эмоционально да и физически в том числе вот это вторая часть момента да что значит на него морально давили да то есть важен контекст уже не просто бля подошел и ударил да типа туда это был бы неадекватно да типа взял значит собрал людей в великом блять новгороде потом просто женщина которому какая-то не понравилось взял ее долбану блять он же нормально и выйди да там не мешай людям она же никак не реагировала она все сидела пойти ей нужно было внимание все у нее началось все она вот естественно решила в свою игру вовлечь весь зал и сать в том числе ну типа блин ну как чья это проблема то сать или ее на следующий момент да который важно мне приговорить это про значит ну давайте напомним первое это про ответственность взрослую позицию да что ожидать что значит сать это великий гуру значит спустился с небес никак от не писать не материться да там и вообще там излечивает всех это детская позиция на это раз второе а значит есть помимо физического насилия еще и морали насилия да и мне кажется они сопоставимы потому что синяк пройдет а моральное какое-то давление боль может привести к самоубийство да как я уже проговорил да скажем так вот и опять же я не думаю что там блять так сильно ударили сумка что там сотрясение мозга какое-то было да вот поэтому несопоставимы мне кажется вещи но это мое мнение опять же дальше мне очень нравится как обсасывают дерьмо в интернете да вы знаете вот сайте мне понравилось как сказал что значит 17 лет он ведет лекции да то значит помогает женщинам да если бы он реально не помогал не приносил пользу но вряд ли был бы такой спрос спрос рождает предложение да как бы и если бы действительно было очень много каких-то таких ситуаций где он надел хуже людям на этом люди кончались самоубийством разводились там ну это бы говно давно бы всплыло в интернет как с каким-нибудь байгужиным да там и сайте бы перестал вести лекции но так как этого нету значит все-таки лекции его помогали и все-таки это была какая-то экологичная работа вот 17 человек работает на благо общества значит помогает пишу деньги на этом зарабатывают ну как бы все мы деньги зарабатываем да просто кто-то метет улицу а кто-то значит лекции видео да как бы это выбрать человека да собственно точка приложения экспертиза который у тебя есть да но значит 17 лет ведется ведется про него как он говорит канала ничего практически не снимают такой вот собчак пригласила это пыталась его там насчет ковырнуть вывести на чистую воду опять же говно распространить в интернете просто на говно летят быстрее в россии да там снг к сожалению да на такой контент и вот один раз оступился даже извинился я бы не извинялся честно скажу вот если у меня такая ситуация произошла вообще бы не извинялся мне такие ситуации были я и нахуй посылал со сцены тоже как бы и деньги сказал вот держите деньги и впиздуйте отсюда из зала вы мне нахер тут не нужны да ну у меня такая позиция более жестко да ну он видимо понимает что все таки у него образ не такого типа знаете бунтаря как у меня да но я бы не извинялся честно скажу вот но он извинился вот и говорит что 17 лет веду лекции вот единственный раз когда про меня начали снимать репортажи нтв пироканал и так далее комсомольская правда это вот когда я там долбану сумку какую-то психопат куда там на свои лекции это просто говорит о чем о том что у нас супер токсичное общество особенно бабы извините бабы люблю вас безумно на женщины но деполяризация гигантское происходит да женщина становится мужиками мужиками с яйцами просто вот да это вроде женщина ну вроде у него есть сиськи они висят да там вроде она на женщину похожи хотя некоторые перестают быть похожими на женщин да и не вызывает ничего кроме эти желания с ними поконкурировать да там или подраться спарринг спарринг-партнер так скажем да такой потому что ну женщина это уже нельзя назвать да ну ладно это как бы не суть этого эфира да но из-за этой деполяризации ну происходит гигантская гигантский выброс токсичности да там в сторону мужиков нельзя быть агрессивным сиди молчи нельзя бить женщин значит а у женщины права значит она там это она там все но пятое-десятое да блять ребят ну у нас большая проблема в принципе в россии в обществе гигантской вот и она только будет силится да потому что все мы это не только сейчас да понятно сейчас там из-за разных там обстоятельств которые всем нам известны да там у людей повышен градус так сказать стресса и нервозности да окей но это ж не только сейчас и пять лет назад такое было десять как шнуров пела люди любят всякое говно в россии да к сожалению это так это не это не про всех в мире да вот вот я сейчас на бале нахожусь люди вообще по-другому себя ведут я имею местные да индонезийцы болицы и не только те которые работают в сервисе в принципе болицы они не агрессивничают они не эмоционируют вот они спокойные понимаете а мы вот такие вот эти вот мы эмоциональные мы агрессивные мы вот зайдите блять вконтакте просто да вот знаете это моя личная боль сравните инстаграм страниц вконтакте да я об этом давно уже пишу давно уже подсвечиваю эту проблему столько токсичности елки-палки вот выкладываешь что-то в инстаграм все нормально да там лайки шмайки там все выкладываешь вконтакте понеслась блядь макс ты жирный блять макс ты там не имеешь права там что-то советовать какой-то в жопу психолог, какой-то в жопу маркетолог. Да и вообще, блядь, закройся, блядь, закрой все социальные сети и уйди нахуй отсюда, как бы, да? Да ты такой, да секой, да жесть какая-то, просто жесть. Вообще невозможно, я не знаю, ну, то есть как не свихнуться, блядь, с этим, понимаете? Но у нас нету, понимаете, у нас нету вот нормального такого рычага на таких людей, понимаете? То есть люди могут и делают всякое дерьмо в интернете, хейтят, булят, там, не знаю, там, унижают, оскорбляют, и это сходит с рук, понимаете? Это сходит с рук, это нормально, да, все это окей, зато бить женщин нельзя, понимаете, все, и в принципе, насилие применять это плохо, блядь, аморально насилие это не насилие, друзья мои. Вот когда была ситуация с этой, господи, я забыл там ведущий, как же звали-то, господи, забыл, которая высказалась о том, что, значит, если тебя ударил мужик, ну, типа, ты что-то в ответе за это, ты виновата сама, как так, я забыл, да, которая с этим, украинская, короче, телеведущая, у которой этот муж из группы Smash, этот певец, ну, в общем, меня поправить в комментариях, Бородина, по-моему, или нет, ну, ладно, неважно, короче, ну, блин, просто так ничего не случается, друзья мои, да, действительно, есть больные люди, которые любят, не знаю, кошек, да, там, блядь, разорвать, не знаю, там, людей побить, ну, типа, если уже человек такой, ну, как бы, странно, если женщина выходит за него замуж, или встречается с ним, ну, как бы, это странно, соответственно, он, значит, не был таким, ты его таким сделала, ну, типа, рядом с тобой мужик у себя так вот ведет, ну, типа, может быть, на тебе тоже ответственность лежит какая-то, или просто вот мужик такой, с нихера такой с утра встал, значит, пошел тебя бить, да, ну, типа, это странно, ну, опять же, я не берусь, как бы, да, там, я не семейный психотерапевт, конечно, вы мне в комментариях напишите, если ты не берешься, нахуй, тогда ты своим мнением делишься, да, окей, пишите, я понимаю, что когда вы пишете такие комментарии, вам просто становится легче, вот, поэтому можете излить все дерьмо у меня тут, значит, в комментариях, как обычно это и делаете, да, вот, в России, да, но все-таки я считаю, что если конфликт произошел, ответственность за конфликт на обоих людях, на обоих участников этого конфликта, потому что игра отыгрывается с обоих сторон, да, то есть, ну, вспоминаем, да, там, всем известный, там, треугольник Артмана, то есть не бывает такого, что есть просто жертва, она жертва для кого-то, то есть все равно есть палач, то есть и это игра, это отыгрыш двух людей, да, то же самое, как бы, вот, из ситуации с Адь, да, как бы, ну, женщина-то, она же понимала, что она нарывается, и она ждала наказания, то есть она прям хотела, чтобы ее наказали, да, она, конечно, не ожидала, что ее, наверное, сумкой долбанут, но по-другому, видимо, нельзя было и в чувства привести. С таким же успехом можно бы, знаешь, плеснуть ей воду, ну, на лицо, да, там, не знаю, там, по щекам побить, да, как бы, ну, это тоже бы считалось насильным, скажите, пожалуйста, да, там, или все бы там говорили, ой, Сати какой плохой, да, ну, видимо, человек, ну, Сати, в сложной ситуации, да, когда адреналин херачит, то есть астерон адреналин, да, там, в голове, там, мы же не можем сильно задумываться над тем, что мы делаем, да, ну, видимо, он поддался, да, там, гормональному всплеску, да, и не сориентировался, что можно было бы сделать, да, типа, как-то, не знаю, плеснуть воду в лицо, там, не знаю, там, или, не знаю, там, попросить людей, чтобы ее вывели, хотя он вроде просил, да, как бы, ну, не сориентировался человек, бывает, я говорю, бывает. Я не знаю, как вы бы себя повели в такой ситуации, вот. Поэтому резюмирую, друзья мои, не судите, да не судимы будете, особенно вот эти вот ваши психологи, да, вот, которые сейчас вот повылазили, да, там, значит, и начали за счет имя Сати, там, как-то пытаться себя там возвысить, сказать, а я бы так не сделал, не сделала, ну, не зарекайтесь, не зарекайтесь, да, как бы, не надо так вот, вот, значит, Сатию, кстати, лично я не знаю, да, но вот решил все-таки защитить его позицию, вот, очень переживаю за то, что, ну, очень может это повлиять на его карьеру, потому что я считаю, что это крутой, классный психолог, да, я различаю понятие психолог и психотерапевт, друзья мои, да, как бы, вы тоже научитесь различать это, да, не ждите от психолога психотерапевтических каких-то советов и работы, потому что психотерапия, это уже медицина, да, на медицин это как хирург, понимаете, и ожидать от педиатра, что вам вырежут ампентицит, это глупо, ну, это неадекватность просто ваша, да, психолог, это шоумен в любом случае, это, это как, знаете, это как пойти послушать Диму Билана и ожидать, что, или там Клаву Коку, да, там и ожидать, что, значит, на этом концерте будет симфонический, значит, симфонический оркестр, да, там, значит, там будет опера, будет еще что-то такое, ну, как бы, это вообще разное, понимаете, одно дело, блядь, попса, другое дело классика, вот, или там, я не знаю, там, сравнивать, значит, проповеди священника, да, там, с, опять же, психотерапией, да, как бы, ну, блин, да, это помогает, проповеди священников помогают, но вы же не подаете в суд на священника, который вам что-то посоветовал, да, типа там, и говорите, ой, а мне священник посоветовал, а я вот, блядь, с мужем развелась, и все, как бы, да, короче, адекватность, ребят, включите, пожалуйста, да, как бы, еще раз, адекватность, вот, большими буквами, адекватность, да, вот, поэтому, Сатя, держись, хоть мы с тобой лично и незнакомы, вот, я твой фанат, ну, как фанат, ну, смотрю твои ролики, ты мне нравишься, да, вот, поэтому, если ты это увидишь, или там твоя команда, вот, желаю им всего хорошего, успеха, вот, не прекращай этим заниматься, вот, и я уверен, есть много людей, которые тебя любят поддерживать, да, которым ты помогаешь, вот, а тем, кто хейтит товарища Сатю, да, как бы, вот, ну, поживем и видим, как у вас все будет, да, друзья мои, где вы там оступитесь, и все возвращается бумерангом, вот, и вселенная, она очень хитрая, очень интересная штука, вот, поэтому, скорее всего, у вас в ближайшем будущем тоже могут возникнуть такие похожие ситуации, и вы, наверное, вспомните, как вы отзывались об данной ситуации, да, вот, и желаю, чтобы у вас не было таких теток, вот, если вы спикер, да, там, чтобы, значит, проверить, как вы себя поведете в данной ситуации, вот, все, всех люблю, всех обнял, с вами был Макс, пишите свое мнение, лайкайте, шерьте это видео, если вам было полезно, спасибо.